Гитарный мошенник. Да, значит, ну, 100 рублей в итоге получилось. Спасибо большое за донат. Гонореакцию. Видос называется Будда был украинцем. Я уже рассказывал, что Михаила Левадна это совершенно потрясающий персонаж. Просто это мега недооцененный человек. Так сказать, ведущий гуру движения ШУЕ. Сделал реформу русского языка. Стал говорить «мэ» вместо «я». Дает очень дельные советы всегда. Ну, в общем, да. Спасибо всем за комментарии, лайки, подписки. Спасибо, соответственно, за то, что заходите на стримы. И донатерам прям самое большое спасибо. Посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Он всегда здоровый такой. Здравствуйте, дорогие друзья. Кто-то говорил, кто-то что-то в чем-то сомневается. Когда-то всю землю, всю землю полностью, вся земля была населена только украинцами. Были люди одинаковые. Не было у нас на земле каких-либо других разновидностей народа. Но, сейчас, вы видите, как-то идет массовое, уже не одну тысячу лет, массовое уничтожение коренных, коренного населения этой земли. Почему даже и Индия, это все были, все там, украинцы. Ну, можно так сказать, славяне, да, славяне. Можно даже так сказать. И вот даже индусы разговаривали все на нашем языке. Ну, это, 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 в принципе, все, что надо знать. Вот. Даже вот такой вот есть. О контенте Михаила Левадного. Будда, да? Будда. Кто такой? Будда. А он не Будда, он Будда. А у него еще. Вы знаете, Будда. Ну, в Украине, где-то, более 10 населенных пунктов, называется Будда. Будда, да? И даже казаки, когда выпивают, не, говорят, тост, как Будмо, да? Будмо. Будда, Будмо, ну, тоже похоже. Ну, на самом деле, Будда, это чисто наше украинское слово, говорят такое слово. Почему? Потому что Будда от слова, ну, так, как он и есть, Будда пробуженный, да? Вот. А тот, кто будет, у нас называется сейчас будильник, да? Будильник, будильник. Вот. А раньше называлось просто Будда. И ведь главное, логично! Самое охренительное, что у него действительно все складно, логично, то есть Будда так-то будет, как бы пробужденный, пробудился. То есть, это человек, который будет. Это чисто славянское слово. Да, сам говорит-то, кстати, на русском, действительно, что-то я внимания не обратил. Чисто славянское слово. Никакое отношение на кем-то не имеет, ничего это слово. Они не знают, что такое на индусском языке. Не, он, кстати, говорит не на русском, не совсем на русском, не совсем на украинском. Он сделал реформу языка, он говорит «мы» вместо «я», потому что «я» это «я». Будда нету там такого слова, не просто Будда, это просто набор букв. Раньше все люди были шизы, но сейчас идет геноцид от санитаров. Да, реально. это и есть слово Будда. Нет, санитары это враги, это не люди, это рептилоиды. Так и есть. Или инсектоида. Так что? На украинском это и есть слово Будда, слово Будди. Ну, так и есть, так и есть, что Будда кто? Он, тот, кто будил, пробуждил народ, пробуждал народ, пробудил народ. Вот. Вот так. Кстати, про рептилии у него же, про рептилоидов у него было, что граффити это не русский, не украинский, не английский язык, а это типа какие-то рептилоидные надписи, это магические заклинания, которые и появляются они там, где, ну, короче, как только где-то появилось граффити, сразу же там здание разрушается. То есть он немного причинно-следственную, короче, ох, ёбаный по голове, спасибо большое, Никита Зет, мое почтение. У него, короче, скажем так, интересная причина-следственная. Окей, посмотрим. Да, с самого начала глянем тогда. Капец. Ну, концерт у тебя открыт, вроде, сначала только не за... Думаю, даже бахнем на запись. Спасибо огромное за донат. Вот. и видит... Ну, в общем, да, ладно, вы поняли. Разбудил. Ну, это имеется в духовном плане. Вот. И главное, он душевный такой, у него голос приятный, травяющий. Поэтому... Будда гораздо ближе к украинцам, чем Иисус Христос. Будда наш человек. Вот. Ну, что вы назвали? Ну, назвали бы того, кто будет, да? По-индусски там было другое слово, по-английски другое слово. Короче, у него очень интересно работает причинно-следственная связь. Вообще, теоретически, теоретически, слово Будда, даже мне сейчас интересно, ну-ка, буквально пробудившийся, просветленный. Да, да, то есть, теоретически, корень может быть один и тот же, но скорее наоборот, потому что славянские языки произошли от санскрита. Но как бы, то есть, ну, у него вот как бы, ну, он считает, что наоборот, у него причинно-следственная связь как бы работает в обратном направлении. То есть, не славянские языки произошли от санскрита вместе, ну, то есть, точно так же, как и от этого языка появились, даже не славянские, типа, от санскрита там как-то, ну, короче, я уже честную историю эту не знаю, но смысл в том, что санскрит язык прародитель считается, и чуть ли не официально все-таки, и это, ну, звучит логично вполне себе. Вот, а наоборот, и, соответственно, граффити появляются, не граффити является следствием того, что здание заброшено, и то, что там никто за ним не следит, и поэтому, если там кто-то нарисует граффити, его никто не закрасит, и ничего не будет, и всем насрать. А наоборот, он считает, что граффити является причиной того, ну, причиной, вследствие чего, соответственно, здание разрушается. То есть вот у него как бы он всё переворачивает, и при этом, по сути, как бы логика в этом может даже быть. То есть он, с одной стороны, прав, что Будда — это однокоренное слово с будить, пробуждаться, пробудиться. Это, скорее всего, и правда так. Только как бы обычно считается, что потому что санскрит — это прародитель, соответственно, каких-то из европейских языков, да? Но он считает, что нет, наоборот, украинский язык был. Сперва самые первые люди на Земле были древние укры какие-нибудь, блин. Или типа того. И вот от этого его прям очень интересно и смешно смотреть. Другое слово. А почему назвали по-украински? По-украински? Ну в натуре, слово корень-то наш, украинский. Зачем назвали так? Чё за это? Надо было по-английски назвать, да. Раньше люди знали. И поэтому... Ну или то, что английский тоже произошёл от русского, потому что, типа, curve, ну или curve, я не помню, как читается, это по-английски кривая, а вот в славянских языках тоже curva, значит, как бы, ну, типа, как кривая тоже в каком-то смысле, да. Когда были названы словом Будда, пробуждение. В курсе, что задорнов, это на самом деле происходит от тоже двух древнеславянских слов, от слова зад и от слова ор, то есть это как бы буквально кричащая жопа, чтобы вы понимали, задорнов, да. Вот, видите, наши предки всё-таки, они, как говорится, были не дураки, а умные, а вот американцы, они ну тупые, да. Тот, кто будет от духовного сна людей, называется, так и называли его Будда. Ну, сейчас бы называли Будильником, а раньше называли Будда. Или Ноф ещё, задорнов, то есть это буквально новая кричащая жопа. Сейчас, ну... Вот, или то, что ещё Ра-Дуга, это значит Дуга, которая вот как бы бога Ра, типа, да. Только механизм... Я уже, я читал эту херню даже, я что-то помню, ведь, типа... Блин, не, всё не вспомню. Может разводить человека так, ну, от сна, да? А от духовного сна может разводить только духовный человек. Вот, ну, духовный человек как-то не называли Будильником, называли, ну, Буди-ник, а называли просто Будди, Будда. Буддить это Будда. Вот, вот, вот вам доказательство того, что вся земля принадлежит украинцам. Ну, или славянам. Ну, её сейчас жестоко, жестоко этот народ, хотя, именно, залезли какие-то другие, и хозяина земли, хозяева земли. Ну, это захват. Ну, и... Уничтожают, 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 уничтожают. Ну, путём... Самое главное уничтожение, путём уничтожения культуры народа. Ну, к слову, украинский язык, кстати, ближе к древнеславянскому, на самом деле. Да, на запись обязательно. Я и собираюсь. Обряды, одежда, еда и так далее. Обычай, вы не знаете даже, что я не знаю. Нет? Это... Это вот я немножечко тут сохранил. Вот так, всего вам доброго. Вот так вот, ребята. Всего доброго. Буду был украинцем. А Гитлер живёт в Антарктиде. Всё. Спасибо. Как говорится, всем добра. Вот. Дорогие друзья.